Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Divinity Original Sin 2 на сложности тактика и в прошлой серии мы такой забег сделали слепую, никуда не оглядываясь, не осматриваясь до волшебного петуха и теперь возвращаемся обратно в город. У нас в городе есть казарма магистров, в которых мы должны узнать о колдунах истока, которые, возможно, нас чему-то научат, вот, и таверна, в которой может быть много всего интересного или не очень интересного. Да, я тут, кстати, видел какие-то арбалеты, которые можно забрать и которые неплохо уйдут, когда мы их продадим. Ребята мне все предлагают пользоваться, да, вот таким вот образом передавать предметы, особенно когда много тяжелых из ящика нужно забрать, да, то сразу передавать там другим персонажам. Но как-то непривычно пока мне, непривычно, проще, кажется, проще перекинуть шмоточки ручками. Так, мы возвращаемся в дом, где был Гаррет, походу, да? Походу, да. Нет? Куда-нибудь, да, да. Возвращается. Гаррет до сих пор стоит. Так, книгу подобрали, давайте почитаем. Потрепанный том о сферах истока. Мы уже читали, по-моему, такую книгу. Журнал отгрузок. Клиент. Седой шептун. Место дрифтвуд. На мельнице сундук. Статус получен. Клиент пыльный вор. Погост. Северный входной фургон. Гроб. Статус получен. Кровавый барон. Место луга. Хижина. Закрыт. За поленницей. Статус доставлен. Ладно, пока ничего не понятно. Гаррет до сих пор, да, стоит и в раздумьях. Ясно. Окей, все. Побежали в город. Побежали в город. Аккуратненько. Ну, может быть, альтом подсвечивать будем себе. Я про него иногда забываю. Ну и да, конечно же, теперь нужно постоянно будет использовать спиритизм. Спиритизм, потому что духи могут быть где угодно. Так, мы вот вроде этой дорогой шли, да? Обходим. О, лук. Пойдем возьмем лук. Вроде никого не видно. Здесь паладины обитают. К ним мы тоже попозже немного придем. Звездная пыль. Так. О, стоп. Сундучок. Ну-ка. Когда я переключаю на другого персонажа, да, взлом сбрасывает. А, уровень воростос слишком низок. Хорошо. Я попробую запомнить. Белка не хочет с нами разговаривать. Ну и ладно, мне проще. Так, хорошо. Пугал обходим, собираем мухомор и... И мышь. Ты нам что-нибудь расскажешь? Ясно. Это та противная мышь. Лютня. Фингелбойда. Библиоремесленника. Да, ради библиоремесленника можно сюда только вот так вот подойти и прочитать. Оп. Новый... Десять новых рецептов мы получили. И непонятно, что это за рецепты. Давайте посмотрим. Нет, не... Да, соединение нам надо правильно. Только нужно сюда зайти в рецепты. Так. Щипцы. Нужны нам щипцы такие? Вообще без понятия. Жезл. Блин, жалко, что не показывается хотя бы как-то хоть что-то. Что это вообще такое у нас получится? Зелье. Пока нам эти не надо, наверное, восприятия. Тоже может быть полезным. Так. Наверное, стрелы, да? Наверное, нам десять рецептов стрел добавилось. Всяких разных. Наконечник из зубов и режущих инструментов. Интересно. Можем сделать маски. Как раз, да? Четыре штуки. И потом объединить их в одну. Ну, блин, я не знаю, нужно ли нам делать эту маску. Мы что-то получим за нее или нет. Просто четыре сферы истока тратить как-то не особо хочется. Так, пищу пока не трогаем. Предметы. Предметы, опилки. Ясно. И это все свитки. Куча-куча разных свитков у нас есть. Ясно. Все, ничего особо интересного. Давайте мы поговорим с вот этой вот подругой. Сейчас глянем только, что у нее тут поблизости. Так, мы же правильно идем, да? Да. В город как раз возвращаемся. Возвращаемся через этот мост. Может быть, вот сюда еще заглянем, но посмотрим. Если успеем. Но в таверне мы, наверное, надолго застрянем. Я гляжу с музыкой-то в ладах. Налютнее играть не пробовал. У меня есть парочка готовых и даже струна натянутая. Ммм, пицца. Сказать ей, что музыка одно из последних наслаждений, которые вам еще остались. Окей. Она как-то странно на вас косится, потом встряхивает головой и расплывается в блаженной улыбке. Как славно. Я всегда говорила, у каждого внутри есть мелодия, стоит только поискать. Мой братец Ласлер, когда был маленький, ни одной песни складно спеть не мог, а теперь щебечет, как птичка. Ласлер, сказать, что с ее братом вы встречались в Форте Радость. Окей. Он с ним все в порядке, правда? Он был в отличном настроении, тот еще весельчак. Это не тот ли, которому мы песню пели? Эльфийскую какую-то. Узнаю Ласлера. Даже когда он печалится, этого никто не видел. Вечно улыбается во весь рот. Его улыбка разгоняла тьму. Ненавижу магистров за все, что они сделали. Забрали брата, разбили мне сердце. Кое-как, я кое-как тяну лямку. Надеюсь, рано или поздно попаду в Аркс. На Люцианов день всем хочется послушать музыку. Попросить ее показать свой товар. Спросить, не торгует ли она чем-то более полезным. Полезным? А, в смысле, смертоносным? Я когда-то делала луки и стрелы, но больше этим не увлекаюсь. Восприятие. Спросить, что бы делал Ласлер на ее месте. Согнулся бы перед магистрами или боролся бы, помогая другим колдунам. Провал. О, нет. Винить я себя ни в чем не стану. И тебя не буду учить жить. Но помощи от меня не жди. Если решишь, что музыка лучше войны, приходи. Ясно. Ну, мы посмотрели, какой у нее товар. Я не уверен, что нужна музыка. Совсем не уверен. Так, давайте периодически нажмем спиритизм. Будем прожимать. И еще ребята говорили, что где-то там, где у нас был разбитый караван. Туда, куда я... Может, еще, кстати, вернусь когда-нибудь. Давайте лучше сразу мы пройдем. Вот здесь вот, да? Здесь тоже вроде дух какой-то. Могу остаться. А могу... Да, вот кто-то появился только что и еще сразу же. Окей. Окей. Ух, сколько их много здесь. История? История пишется победителями. То есть с нами. Великим Божественным Орденом. О, вот корову. Отлично. Ах ты, я тебе покажу. Ну, бродяги, лох ранированя нам, магистрам. Получай. Что-то не складывается у них, да? С дракой. Вы, алые, войдете в историю еще большими гадами. Ладно. Дух магистра перед вами дрожит, согнувшись пополам. В его кулаке крепко зажиты три соломинки. Заметив, что он не один, призрак расправляется. Вы видите у него на груди бляху с именем Киннет. А заодно и споротый живот, из которого вывалились все внутренности. Призрак протягивает к вам руку, вводит ее в грудную клетку и сжимает ваше сердце. Позволить ему... А у меня есть сердце? Вот вопрос хороший. Позволить ему коснуться вас, ощутить, как его исток стучит в вашем сердце. Вы становитесь Киннетом. Его воспоминания накатывают, вытесняя ваше собственное. Вокруг тепло, сухо, вы Киннет. Вы сидите в уютной казарме, слегка выпившую, и режетесь с товарищами в карты. Внезапно появляется облаченный в белые магистры. Объявляет, что кто-то из вашего взвода немедля отправляется на поиски пропавшего каравана. Это задание для одного. Задание, на которое не согласен никто. Ушлый взводный протягивает вам и остальным бойцам несколько соломинок, которые... Кто пойдет в разведку? Вытянуть левую, среднюю. А мне кажется, неважно, какую мы соломинку вытянем. Вы тащите короткую и слышите, как вокруг орут ваше имя. Киннет. Вы знаете, что это означает. Одинокий патруль в холоде и темноте. Всю дорогу вы ворочитесь, ворчите и пошатываетесь, а потом натыкаетесь на то, что осталось от каравана. И моментально трезвеете. Здесь была бойня. В свете фонаря виднеются трупы. Куда не направь его. Вы делаете резкий вздох и чувствуете тяжелую затхлую вонь. Как несло от трупов исчадие, на которое вашему взводу выпало как-то наткнуться. Поднять ваш фонарь. Фонарь кинута, чтобы получше рассмотреть тела. Кто они, эти мертвецы? Нет. Слезы кинуты катятся из ваших глаз. В одном из трупов он узнал своего старого наставника. Слева от вас раскинулась темная чаща. Всплеск крови, касание пустоты. Коготь исчадия спарывает вам живот. Кинут умирает и вас окутывает тьма. Вы освобождаетесь от хладки кинута. По венам теперь бежит лишь ваша кровь. Вы переводите взгляд на призрака. Тот стоит перед вами, дрожа, и протягивает три соломинки, зажатые в кулаке. Герой. Герой. Протянуть руку и забрать у кинута все соломинки. Вы вытягиваете короткую соломинку. Кинут плачет от облегчения, увидев, что рана его исчезла. Он снова выглядит молоденьким солдатом. Он оглядывается, переводит взгляд на вас и улыбается. С этой улыбкой кинут тает в воздухе. Духи магистра и Грома сцепились в призрачном бою. Их удары не причиняют ни капли вреда. Но они продолжают биться. В какой-то момент гном замечает ваше присутствие и кидается к вам с вопросом. Колдун, ты ведь ненавидишь шалых не меньше моего, а? Кивнём, мы определённо не питаем тёплых чувств к магистрам. О том и речь. Алые везли колдунов, словно скот какой. И ты знаешь, куда они их везли. Видок у тебя такой, словно ты недавно оттуда. С негодованием на лице магистр рывком поворачивается к гному. Анхар, ты же сам всё видел. Ты знаешь, что колдуны Истока притягивают исчадь. Ты знаешь, что мы все были бы живы, если бы вы не напали на караван. Сказать, вы рады слышать, что местные гномы так ценят колдунов Исток. Сказать, что вы не видите здесь тел колдунов. Где они? Перед тем, как... Он бледнеет. Перед тем, как... Перед тем, как это всё случилось. Исчадь и уволокли колдунов куда-то в сторону скал. Семера знает, куда именно. Сказать, вы предпочитаете общаться с живыми, а не с мёртвыми. Ну ладно, придётся выбрать первый вариант. Сказать, вы рады услышать, что местные гномы так ценят колдунов Истока. Но я ничего не хочу сказать, но мой босс Лохар, он всё-таки больше против магистров, чем за колдунов, если ты понимаешь, о чём я. Магистр презрительно фыркает. Лохар, мог бы и догадаться, колдун, если ты не хочешь раньше времени отправиться в чертоги, держись подальше от этой мрази. Хотя, с другой стороны, можешь найти его и постоять рядом. Пусть вдруг пустота и её исчадье справятся там, где не преуспели мы. Ха. Спросите, где вам искать этого Лохара, если вы всё же решите нанести ему визит? Гном молчит и пристально смотрит вам в глаза. Его губы сжаты, в глазах блестит сталь. Магистр пожимает плечами. Если бы я это знал, мы бы давно его уже поймали. Всё, что я могу сказать, он где-то в Дрифтвуде. И уничтожает всё, к чему прикасается. Ладно, выходим. Пусть дерутся дальше. Давайте с быком поговорим, мёртвым. Может, он нам что-то полезное расскажет. Бык лениво жуёт несуществующую жвачку. Он вас заметил. Да? Я мог бы это предвидеть. Спросить быка, что он умеет видеть будущее? Ага, именно. Ну, по крайней мере, мог. Все быки это умеют. Странно, что ты об этом не знаешь. Выразиться болезнования, наверное. Спасибо. Оно в целом не так уже плохо. Без телег скучать точно не буду. Спросить, видит ли он ваше будущее? Ты точно хочешь что-то узнать? Я хочу узнать будущее всего мира. Ладно, давай-ка посмотрим. Выкстряхивает, проглатывая жвачку. Прощущает глотку. Миру придёт конец. Окей. Спасибо. Это всё, что я хотел знать. Спросить, когда? Да. Дай-ка подумаю. А, так. Ладно. В общем, вот тебе ответ. Скоро. Может быть. Бык начинает... Качает могучей головой. В общем... Вот так как-то. Слушай, окажи мне услугу. Можешь расстегнуть эту упряжь, чтобы я, наконец, смог отправиться на пастбище эхо? О, у нас чертоги эхо, у них пастбище. Прикольно. Протянуть руку и расстегнуть призрачную упряжь. Бык кивает вам с благодарностью и медленно исчезает. Я знал, что ты согласишься. Он мне кого-то напоминает. Гриша. Гриша, это твоя реинкарнация в этой игре. Я знаю. И ты это знаешь. Так, всё. Возвращаемся тогда... ...в город. Всё, мы пошли. Пошли в город. В город пока 10 ходов не протикали. Можно было, кстати, вернуться, я думаю, да, через быстрое перемещение. Может, с этими поговорим. Может, они нам что-нибудь нового расскажут. Улыбается. Возьми себя в руки, кому нужен трусливый магистр. Так, подождите. Мы, по-моему, это всё не видели, да? Видишь ли, это вопрос времени. За стенами дрифла также... Даже острые клинки не защищают нас от этих тварей. А внутри разгуливают убийцы магистров. Кто-то убивает магистров? Что ему об этом известно? Я знаю, что они исчезают бесследно. Поиском занимается магистр Карвар. Но мы так давно с ним не говорили, что за это время у гнома три бороды бы отросло. Всего наилучшего, ясно. Расспросить о городе. Ничем не отличается. Пустота, пустота. Ясно. Никогда не меняется. Так, ну что. Давайте сначала мы зайдём к... Кстати. Какого мы там уровня? Где там наш уровень? 10, да? Не, наверное, рано ещё шмоточки выбирать. Хотя бы на 11. А то и на 12 может быть лучше. Будем затариваться хорошенько. Идём, короче, к магистрам. О, тут ещё вот есть парочка ящичков, в которые давайте мы заглянем. Ой, лагая. Слушайте, чё-то тут... ФПС проседает жутко. Ясно. Просите, пожалуйста. Всегда зеваю, когда мне очень интересно. Так. В подвал. Служанку себе нашёл, понимаете ли, да? Так, давайте мы как сделаем тогда? Кто у нас пойдёт? Я, наверное, должен идти в подвал. Ладно, сейчас поговорим. Давайте с служанкой. Наверное. Магистр Белвард. Книга стихов. Ладно. Шутник, объяснить... Я слежу с тобой, незнакомец. Объяснить, что такое имя, как Белохрюк, запомнить непросто. Белаворд. Белохрюк. О, что? Наверное, что-то из-за перевода непонятно, да? Ну, давайте шутника используем. Всё, поговорили. Так. Небрежно упомянуть о том, что, как вам известно, где-то в округе до сих пор скрываются сильные колдуны. Заявить, что у вас есть важная информация о сильных колдунах, беглецах, которые скрываются где-то... А у меня есть? Ну, такое. Это дела магистров. Не лезь. Но я опыта получил немного. Окей. Давайте с ним поговорим теперь. Магистр вздрагивает, обнаружив рядом постороннего. Мудрецы по ГОСТа. Ой, давайте возьмём. Люблю по ГОСТа. Это у меня книжка. Хорошо. Что тебе тут надо, эльф? Нельзя сюда так запросто вламываться. У нас пропали магистры, а я, между прочим, пытаюсь вести расследование. Эльф, язвительно усмехнуться. Люди не способны ни выслеживать, ни ориентироваться на местности. Вы готовы держать пари, что он никогда не отыщет пропавших товарищей. Запросто. Я не твоё мнение спрашивал, дикарь. Я спросил, что ты здесь делаешь. А теперь отвечай. По-моему, отличная шутка. Сказать, что выходячий злой колдун из стока. Вы сбежали из форта радости, думали спрятаться тут, среди магистров, как в брюхе у людоеда. Там же люди пропали, между прочим, магистры, так что прошу воздержаться от глупых шуток. Сказать, что поделиться плохой шуткой, это как снять с плеч половину камня. Я вижу, совесть тебе не ночевала. Как насчёт золота? Оно тебя интересует? Кто разберётся с этим треклятым делом, получит награду. Может, ты преуспеешь там, где Барвилл с товарищами оплашали. Ну, давайте скажем, что я постараюсь. Главное, чтобы нам заплатили. Отлично. Сообщай сразу, если будет что-то полезно. А если нет, так ничего и лезть на глаза. Заговорите о пропавших людях. Ну, что-нибудь выяснил? Сообщись, что старьёвщик, которого подозревали в убийстве магистров, сбежал из Дрифтвуда. Ну, такое. Ну, давайте сообщим, что-то получим. Всё равно уже, как бы, наверное, поздно, да? Я даже не знаю. Магистр почти не обращает на это внимания. Взгляд мечется по комнате, как будто он отовсюду ожидает убийц. Пропал ещё один из моих магистров. Тут поработал точно не старьёвщик, так что пусть драпает спокойно. Настоящий злодей где-то прячется. Вот, и я так думал. Старьёвщик, свой чувак, наверное, будет нам поставлять какие-нибудь крутые штуки в арксе. Мы, надеюсь, туда когда-нибудь попадём. Посочувствовать и спросить, что дальше. Теперь, теперь мне придётся всё начинать с нуля. Так что, если я заметил что-то подозрительное, что угодно, иди сразу ко мне. Хорошо. Так. Окей. Давайте мы, знаете, что сначала сделаем? Тут всё у нас, да? Порванное письмо. Порванное письмо. Вот тут, по-моему, да? Вот на вот этой, более затемнённой такой... Да, нас не увидят, наверное. Давайте мы сейчас... О, чё это я перегружу. А, книжка тяжёлая. Да, давайте прочитаем. Мудрецы Погоста. Автор Мерлин Восс. Немногие способны услышать призывы давно почивших душ, но бывают те, для кого мёртвые оказываются столь же красноречивыми, как и живые. Те, кому посчастливилось обладать этим даром или проклятием, приходят на кладбище Погоста, где им открываются секреты древней старины. Одним из таких мистиков был Манган Окс, который, выпытав у мёртвых тайны ловушек и обращения в камень, свою собственную... Я обращение в камень. Свою собственную гробницу на Погосте защитил туманом окаменения, чтобы навсегда избавиться от назойливых посетителей. Ну, такое. Так. Стоп, ты далеко вообще пошёл? Побежал куда-то, называется. Короткий лук мы давайте скинем сейчас. Чё там? Да, рыбу. Нужно будет куда-то или продать, или скинуть всю эту рыбу. Мне кажется... Ладно, 10 кило пока освободили. Так вот, я хочу... Чё сделать? Я хочу прочитать вот это порванное письмо. Сейчас мы... О, подожди. А. А? А. А как он меня, типа, видит? А, это она меня видит, или не он? Я понял. У них хитрые такие эти, да? Зоны патруля. Можно, как уже ребята писали, прочесть? Реймонд, я надеюсь, что этого письма не потребуется. Однако я всё ещё жду известия о судьбе миротворца. Мне нужны подробности, и мне казалось, это должно уже быть очевидно всем. Если мне придётся искать в своём графике время, чтобы самой отправиться в Дрифтвуд, я буду крайне недовольна. Госпожа Далли с кувалда. Так, мы сюда можем пройти. Чё, я парюсь, да? Чё я... Сюда-сюда можно запросто. Поэтому... О. Ещё пара магистров. Так. Посох воздуха. Картины... Ну, короче, всё. Ну, воровствовать я как-то не хочу. Карвар своё чё... Так, сохраняемся. Всё встает на свои места, мне остаётся только наблюдать. Подслушаем, наверное, да, что они говорят там. Ну. Ладно. Замечательно, горожане. Ты что, не видишь, у меня перерыв? Давайте посмотрим, что у неё. Ничего у неё сказать, что вы хотите рассказать о найденном оружии истока. Хм. Это и правда звучит прошиво. Я думаю, тебе лучше обратиться к магистру Карверу или к магистру Джулиану, а меня оставь в покое. Ясно. Недалеко от города вы обнаружили уничтоженный караван магистров. О, что? Бедняга Думурия. Немедленно сообщи об этом магистру Реймонду и магистру Джулиану, а они поднимут тревогу. Беги, беги, живо. Эп, тихо, тихо, стой. Куда пошла? Сонно покачивая головой, магистр подносит к лицу свой просторный рукав. Она что-то шумно нюхает и тут же скидывается бодро и настороженно. В глазах горит отвага и что-то ещё. Меня они врасплох не застанут. Я ко всему готова, видишь? Я не спал уже сколько. В общем, я готова. Это главное. На чеку. Утирая со щеки капли слюны, спросить, кто такие эти они. Кто-то похищает магистров прямо на улице и их исчезает. Шестеро за неделю. Шестеро. Надо быть ко всему готовой. Готовой, готовой защищать. Она отмахивается от вас и выворачивает шею, чтобы осмотреться по сторонам. Зубы стиснуты. Взгляд мечется туда-сюда. Проклятая наркоманка. Так, главное в сундук не кликнуть. Тихо. Блин, я промазал. Прости, ну что ты будешь делать? Не спать, не спать. У неё остекленевший взгляд. Она не замечает, что вы пытаетесь с ней общаться. Вот она там присела. Я хотел посмотреть, что у неё. Замедление. Ясно. Та ещё наркоманка-алкоголичка. Всё. Хорошо. Тут ничего пока что интересного. Идём в подвал, заглянем. Может быть там найдём, что. Мы пока не узнали самое главное о колдунах и сто... А, это подвал, тюрьма у нас, да? Здрасте. Как тут у вас? Молчаливый. Поговорим с этим товарищем с другой стороны. Магистр поворачивается к вам с недовольным видом. Он и без того явно был в дурном настроении, и ваше вмешательство не улучшило дело. Что? Заявит, что вы ощущаете, насколько дух его встревожен и неспоконен. Если в другом месте его будут ценить выше, пусть отправляется туда немедленно. А? Кто спрашивал? Так, телосложение. Провал. Хорошо. Мы с этим... Короче, других диалогов тут нет. Еще... Погодите, погодите. У нас никого здесь нет, да? Ясно. В тюрьме никто не сидит. Подождите. Что тут у нас? Хранимся. Нас тут не палят? Палят. Но, может, осмотреть? Ясно. Читать, наверное, да, тоже не это... Не самая удачная затея. Как он так ходит? Все страницы... Я все вижу. Держи руки на виду. Да я просто почитать хотел. Ну что ты? Так в самом деле. Ладно, давайте мы тогда сейчас... Его... Заговорим. Отлично. Раз. И вот этого заговорим. А, нет. Вот на... Да, вот на затемненной этой, типа... Нас не палят. Правильно? Вас не видят, да. Прочесть. Все страницы в этой книге одинаковые. Очевидно, предполагалось, что их будет воровать, раздавать... Больным. Это мы где-то уже читали. Книга. Прочесть. Прочесть. О, да, не Юстиния. О, славная Юстиния. Ты, свет моих очей, прекрасней королевы, свет не видывал ей. Твои глаза ясны, как... Смарагда тебе служить до самой смерти. Буду очень рад. Продолжает в том же духе еще на 374 страницах. Причем некоторые четверо... Я слишком уж чувствительный для придворного поэта. Ясно. Все. Спасибо. Попрощаться уйти. Оп. Вас заметили. Зачем ты тут крадешься? Я не специально, честно. Хорошо. Есть еще... Пути паломничества. Вот эта книга может быть интересная. Листовка с предупреждением. А, тут еще книги разные есть. Слушайте. Т, значит, тролль. Это мы читали уже. Тут пусто. Ну, с ними можно точно так же поступить, да? Так, ты. Сюда. Попрощаться и уйти. Подожди, подожди, подожди. Оп, оп, оп. Наверное, лучше в другую сторону ее повернуть, да? Да, стой, давай. Оп, да, попади по ней. Вот. Так. Повернется, интересно? Не повернется. Подождем, пока он встанет, может, тогда. Или он не встанет, пока она куда-то не убежит. Кто тебе разрешил это трогать? О-о-о-о, встал, встал, молодец же, давай, давай. И он не встает, да, пока она не свалит, походу. Какой хитрый. Ну, ладно, может быть, нам на самом деле все эти книжки пока и не надо. Идем. Идем. В таверну. Идем, наконец-то, в таверну. Манифест Божественного Ордена мы, по-моему, читали. Тебя достаточно, эльф. У нас в таверне, да, кто-то свитками там подторговывал с истоком. Кстати, надо сейчас куда-то зайти на нычку, да, аккуратненько, и кастануть спиритизм. Давно мы его не использовали. Вроде никто нас не спалил, правильно? Все хорошо. Это не та, которая нас обворовала, подруга? Я уже не помню. Ну, ладно, давайте сейчас мы пройдемся, посмотрим. О-о-о. Подвал таверны. Там может быть что-то интересное. Выше батя. О-о-о. А ну стой, батя. Не знать, батя не пускать. Сказать, что вы ищете человека по имени Лохор. Он очень неприятно ухмыляется. Лохор ничего не говорил мне про то, что я должен впускать сюда таких, как ты. Так с чего мне вдруг? Герой. Сказать, что ваше призвание исправлять кривду в самых трудных уголках Ривелона. Ммм. Там уже бардак, как в мешке с котами. Еще одной паршивой кошатине там делать нечего. Ступай своей дорогой. Ясно. Мы теперь знаем, что там. Значит, можем туда пока не спешить. Так. Вот. Идем на кухню, наверное, первым делом. Низко. Все красное. Воровать не будем. О, сокровища нашли. Кухарка приветствует вас с благосклонным кивком головы, но все же не сводит с вас глаз. А ну-ка. Бомбу продает. Тебе здесь нечего делать, брат. Выходи в зал, там безопасно. Притвориться, что вам интересна ее готовка. Заявить, что пахнет здесь сногсшибательно. Нежить используем. А, или давайте эльфа как раз, да? Все равно остаться, сказав, что вы соскучились по компании других эльфов. Если есть и другие эльфы, те, кому не надо столько работать, и у них есть время на болтовню. Нежить. Заметьте, что она не похожа на прочих эльфов. Вы ощущаете в ней глубину, скрытую тайну. Вы с ней похожи. Рука кухарки заходит за спину. Кажется, на столе еще минуту назад лежал нож. Мои секреты принадлежат мне. А свои оставь при себе. Иди отсюда, у меня полно работы. Держа одну руку за спиной, другой она указывает на дверь. Заявит, что вы знаете. Она продает из-под полы вещи, которые принадлежали пропавшим магистрам. Хигба тебе такое сказал, этот беглец. И как подозревает еще и колдун. Он что угодно скажет, чтобы спасти собственную шкуру. Я никого не убивала. Заметьте, что вы не обвиняли ее в убийствах. Но она сочла нужным начать оправдываться. И вот это тоже вариант, мне нравится. Сказать, что вы ничего не говорили о Хигбе. Странно, что она его упомянула. Кухарка не отвечает. Вы замечаете, что одну руку она завела за спину. Хотя раньше стояла иначе. Да не стояла она иначе раньше. Это уже давно стоит с рукой за спиной. Сказать, что она не могла в одиночку устроить исчезновение магистров. Только не в таком месте. Кто ей помогал? Кухарка улыбается и пристально глядит на вас. Ее правая рука остается спрятанная за спиной. Магистры. Магистры мне помогали. И еще гномы, купцы, пилигримы, даже собаки помогали мне. Потребовать, чтобы она прекращала свои игры. Не может быть, чтобы в этом был замешан весь город. Кухарка смотрит на вас ровно, не мигая, не отводя взгляд. Все эти твои измышления ничего не стоят без доказательств. Доказательств у тебя, похоже, нет. Так что вздумаешь на меня наговаривать, только проиграешь. А теперь убирайся с моей кухни. А то получишь так, что туман смерти раем покажется. Да мне туман норм, вроде как. Она просто об этом не знает. Ладно. Ладно, мы еще к ней вернемся, наверное, когда у нас, возможно, будут доказательства. О! А вот и доказательства, да, наверное? Призрак магистра бессмысленно смотрит на свою полупрозрачную руку с отрубленными пальцами. Мое кольцо. Где мое кольцо? Спросить, что с ней произошло. Призрак поворачивает запястье в полном всепоглощающем трансе, глядя на собственную беспалую руку. Я была слишком неосторожна. Она сразу ударила меня по руке, в которой я держу меч. Я не могла защитить себя. Велите ей объяснить, кто на нее напал. Призрак глядит на вас, осознавая ваш вопрос. Наконец, женщина протягивает свою беспалую руку в сторону кухни. Спросить, когда она умерла. Недавно? Губы призрака раскрываются, чтобы произнести ответ. Но ответа не слышно. Она потерянно смотрит на вас, не в силах произнести ни слова. Сказать, что вам известно. Недавно пропало несколько магистров. Она одна из них? Призрак смотрит на вас, и вы видите в ее глазах слабые проблески понимания. Я была еще жива, когда она начала резать меня по кусочкам. Она хотела, чтобы я это почувствовала. Чтобы почувствовала все. Спросить, кто это она? Кто убил ее? Ее тело так и не нашли. Может быть... Я знаю, где ее тело. В этой тыквенной похлебке. Они все ее едят сейчас. Давайте спросим. Ее тело так и не нашли. Может быть, она знает, где оно? Призрак раздумывает над вашим вопросом. И она же сказала точно. Боже, кухарка сказала, что ей помогал весь город. Весь город ел этих магистров. Вот это поворот. Призрак раздумывает над вашим вопросом. И вам кажется, что женщина поеживается. Во множестве мест. Я чувствую свое тело в сотнях бродячих могил. Теплых, влажных. Спросите, кто она? Призрак наклоняет голову в сторону кухни. А ну, а ну. А ну, а ну. Так. Сказали, что вы говорили с магистром Харрик. Она весьма огорчена обстоятельствами своей смерти. Призрак? Кому-то другому свои детские побосенки рассказывай. Я занятая. Ну, блин. Ладно, но это уже интересно. Ловрик. Он внимательно в вас оглядывает. Словно оценивает. Покрой вашей одежды. Вес сумки. Проходит мгновение. И на его лице возникает улыбка. Тщательно выверенная с нужной долей дружелюбия и естественности. Только вот глаза его не улыбаются. Я уже с подозрением на всю эту еду смотрю. Приветствую. Ищите место, где можно отдохнуть от ужасного мира вокруг. Тогда вы пришли по адресу. Пиво нужно брать за стойкой, но я могу предложить вам миску сытнейшей похлебки. Попросим миску похлебки. Хотя не так уж вы и голодны. Не самый интересный выбор, но клиент всегда прав. Это наша особая похлебка специально для эльфов. Спросить, может ли он предложить что-то поинтереснее для клиентов с деньгами. Он поджимает губы, оценивая, еще смотрит на вас, постукивая пальцами по локтю. Сказать, чтобы он перестал пялиться. Память. Используем память. А вдруг проконает. У нас много памяти, наверное, или не очень. Или интеллекта больше. Я не помню. Провал. Извините, я принял вас за кого-то другого. Прошу прощения. Вынужден вернуться к обслуживанию других моих клиентов. Желаю вам всего хорошего. Пусть и скучного вечера, в общем. Спросить, способны ли несколько золотых изменить его точку зрения. Так. Давайте пошутим. Спросить, знает ли он шутку про разносчика, собаку и лошадей, что бы это ни было. Он вглядывается во тьму, скрывающую ваше лицо в поисках обмана, но ничего не находит пока что. Ну хорошо, рассказывай про разносчика, собаку и лошадей. Сами шутку придумать будем. Начать с разносчика. Он обслуживает двух лошадей за столиком. Это скаковые лошади. Они сидят, болтают о заезде, в котором сегодня участвовали. Окей. И разносчик такой подходит и говорит. Чего морды вытянули, верно? Обожаю эту хохму. Да, говорите вы, разносчик выдает шутку про вытянутые морды. Лошади хмуро на него смотрят и возвращаются к беседе. Нет, говорите вы, он хороший разносчик, поэтому он дождался паузы в беседе и спросил, что они будут заказывать. И что дальше? Сказать, мол, в таверну заходит пес и садится на соседний столик. Окей. Как самонадеянно, но продолжай, продолжай. Пес смотрит в меню, заказывает стакан воды. Пес молча заказывает стейк с гарниром. Кажется, этот пес не такой уж плохой. Разносчик, говорите вы, покидает сцену. Разносчик, вещаете вы, относит заказ на кухню, садится и наблюдает. А дальше что? И вот, значит, говорите вы, лошади продолжают болтать о гонке, а пес их внимательно слушает. Значит, пес слушает лошадей. Понял. А пес им что говорит? Прошу прощения, я случайно услышал, что вы говорите о гонках. Крайне любопытно, так как, видите ли, я тоже в них участвую. Я борзая и хожу в забеге по пятницам. Чего морды вытянули? Это гениально, гениально. Хотя, он хмурится в недоумении. Было бы гораздо лучше, если фразу про вытянутые морды сказал разносчик. Гораздо лучше. Зачем тут вообще был пес нужен? Да. Он вздыхает и возвращается к работе. Бормоча под нос что-то с собаках и лошадях. Вы наблюдаете, как он уходит. У любви есть цена. Что это такое? Давайте посмотрим. В таверне мы поговорили со слугой по имени Ловрик. Похоже, у него есть и свое собственное предприятие. Он занимается чем-то экзотическим. Но мы не смогли убедить и рассказать подробности. Но я знаю. Давайте попробуем еще раз, где он делся. Куда он свалил? Куда? Куда? Вот он. Сейчас еще раз попробуем. Так. Оценивает, оценивает, попросить миску похлебки. Хотя не так уж... Да. Берем миску похлебки. Просто если... А вдруг, да, я съем похлебку и узнаю еще какие-то воспоминания. Хороший выбор, на первый взгляд. Так, так. А. Мясная похлебка. Ну, наверное, это обычная местная похлебка. Сказать вам кажется, что у них есть и более интересные варианты для тех, кто готов платить, конечно же. Интеллект. Интеллект. Провал. Ясно. Способны ли несколько золотых... А, у нас шутников больше не осталось, да? Его точку зрения. Извините, дело не в деньгах. А если 100 монет? Между прочим, вы меня сейчас оскорбляете. А если 150 монет? На лице его расцветает улыбку. Он протягивает руку. Заплатить 150. Окей. Вот, теперь мы говорим на одном языке. Скажите, на ваш взгляд, кто в этом мире самые искусные любовники? Ммм... Эльфы отличаются приятной гибкостью в этом вопросе. Заметить, что по вашему опыту лучшие любовники гнома. Удивительно, да? Ящеры. О, боже мой. Холодная кровь, она делает страсть горячее. Я даже не знаю. Давайте, ясно. Мы уже поняли, к чему дело идет. Вот досада. Послушай, друг, нет любовников проворнее, чем ящера. Лучше нигде найти... Боже, 100 хочет, да? Чтобы Фейна познакомить с какой-нибудь ящерицей или ящером. Это перебор. Я пошел, короче. Ясно. Так, дальше. Давайте поговорим с... Пруденс. Прудилка. Рассказчик. Сухопарная женщина на крахмаленном переднике чистой тряпкой протирает стакан. Вы подходите к бару, и она вонзает в вас стальной взгляд голубых глаз. Благословен будет Люциан семикратно божественной. Сказать, что благословение мертвому богу ни к чему. Уважительно кивнуть давайте, наверное. Ее взгляд смягчается, в уголках глаз проявляются морщинки, она улыбается. Я хотел посмотреть все-таки насчет той еды. Вот эльфийскую похлебку нам он дал. Ясно. Ничего необычного вроде с похлебкой. Я вижу, матушка тебя отлично воспитала. Это редкость для эльфа, но очень впечатляет. Вы с моим Найлзом, может, и подружились бы. Что тебя привело в Дрифтвуд, дорогуша? Содрогнуться при воспоминании о Найлзе. Садистим учителей с форта радости. Писать внешность и спросить, он ли это. Это Найлз, точно. Да, это мой сынок. Ты его знаешь? Лучший лекарь на всем побережье Знеца. Лучшие выпуски. Ох, как же я давно его не видела. Да. Я даже не знаю, что ей ответить. Все варианты довольно интересные. Как безумца и извращенца. И сказать ей, что вы знали его неплохо. В конце концов, это же вы его прикончили. Ведь правда. Давайте. Ты... Ты заявляешься ко мне домой и распространяешь эту грязную ложь? Вот мразь. Я тут унижаюсь, обслуживая эльфа, а ты отвечаешь такой грязью. Держись моего бара подальше. Ясно тебе? Это приличное заведение. Но она больше с нами говорить не будет, да? Ладно, Фейн. Ты у нас следующий. Так. Фейн. Вы застываете. Она чего-то от вас ждет. Имитировать единственный ритуал смертных, в котором вы точно уверены. Протянуть руку и громко, отчетливо произнести. Приятно познакомиться. Припомни приветствие, которое было популярно в прошлом. Ответить как положено. И да пребудет семь его благословений с нами недостойными. О. Ее лицо озаряется теплой улыбкой. Ставит стакан на стойку. Щедро наливает вам янтарного напитка. Я вижу, матушка тебя отлично воспитала. Так. Давайте, давайте сейчас тогда еще раз про Найлза и сказать, что вы его знали как отличного лекаря, да? Вот прям, молодец такой. Отличный лекарь, верно. Мой сынок. Кто-то говорит, что дитю ничего, кроме еды и солнца, не надо. Я считаю, что воздержание и целомудрие гораздо полезнее. Вот вырастила. Да, мясная похлебка. Ох, да чего же я рада познакомиться с другом Найлза. Вот, поешь. Найлз это блюдо очень любил. Никогда в нашем городишке, никто в нашем городишке не способен оценить его умения. Понимаешь, все его инструменты и книги сложены наверху. Никому не нужны. Такая досада. О. Восприятие и ученый. Интеллект, значит, что вы как человек, я даже не знаю. Найлз управляется со скальпелем. Он всем многому научил вас. Я не знаю. Восприятия у Фейна мало. Интеллект. Но тут еще и ученый замешан. Поэтому давайте, наверное, воспользуемся вот этим диалогом. Заявить, что вы в восторге от того, как Найлз управляется со скальпелем. Он многому вас научил. Провал. Но если бы он когда-нибудь вернулся, я уверен, он будет рад тебе ее показать. Эту комнату, в общем-то. Что я могу тебе предложить, нежить? Сказать, что для вас нет разницы. Разницы нету? О, как печально. Что-то тебя тревожит. Да, ну расскажи обо всем, Пруденс. Мне можно. Жизнь штука тяжкая. Падаешь как вол, а радости никакой, да? Радость? Разве это... Эфемизм такой. Супротив того, о чем я говорю. Воздержание и целомудрие. Вот две дороги к долгой и счастливой жизни. Помяни мое слово. Прошептать, что вы порой сомневаетесь, а есть ли смысл в вашем существовании? Сказать, что, зная на кто вы на самом деле, она бы вам не сочувствовала. Спросить, что у нее есть на продажу. Давайте вот так. Есть ли смысл в нашем существовании? Конечно, смысл есть. Я за стойкой наливаю, ты за стойкой пьешь. Вот и смысл. Солнце светит, суп кипит. Тоже смысл. Вот не стоило тебе столько пить, мой мальчик. До добра тебя это точно не доведет. Сказать, что, зная, не сочувствовала бы она мне. О, не могу в это поверить. Мы же все одинаковые, разве нет? Внутри, под кожей, до самых костей. Вот прям... Фейн как раз, да, оценивает это. Так что возьми себя в руки и опрокинь кружечку. Сразу легче станет. Ясно. Давайте попробуем теперь еще разок про Найлза. Ученый. И... Кстати, и правда, вы прибыли из Форда? Нет. Как отличного лекаря мы его знали. Еще супа получили. И теперь возьмем через интеллект. Тоже провал. Ясно. Лоуси, что у тебя есть? 22 интеллекта. Слушай, у тебя что, интеллекта больше, чем у этой? В натуре. Интересно. А можно еще бафнуться, да? А ну-ка сейчас. Я сохранюсь на всякий случай. Это сейчас может еще случиться. Так, а ну-ка. Я хочу попасть туда безнаказанно. Оп, тихо. Давай, бафайся. Так, а теперь давай. Оп. Говори. Уважительно кивнуть. Найлс, садист-мучитель. Отличный лекарь. Еще еды получили. И интеллект. Провал. Ей не хватило. Короче, без убеждения. Да, мы никого не убедим. И статы тут вообще не решают. Потому что сколько, да? 22 плюс еще 4. 26 инты нам не хватило. Ясно. Ну ладно. Мы, может быть, так зайдем? Наверх. Где верх вообще тут? А, вот верх. Хорошо. Так. Давайте посмотрим. Мы пропустили вот эту подругу. Давайте с ней пообщаемся. И вот тут вот еще. Она кивается скучающим видом. Чистая книга воздуха. Можно было вот это заклинание записать. Книгу воздуха. Да. А можно записать и продать. За 6. Мы, наверное, не продадим за столько. Ладно. Ты здесь, чтобы подраться? Подраться? Почему сразу подраться? Это каббак тут бухает. Рано или поздно будет драка. Хочешь сам ее начать? А-а-а. Может быть. Драка явно скоро начнется. И продолжать... Предложить подраться с ней, когда до этого дойдет. Ну, такое. Покачать головой. В какую сторону мы будем качать головой? Типа да или типа нет, мол? Признался, что звучит очень соблазнительно. Ну что ж, буду с нетерпением ждать возможности выбести из тебя всю дурь. Пока, до скорого. Ясно. Очень содержательный диалог. Сафа. На стуле покачивать сидит эльфийка. Не сводя взгляда с барной стойки, где выстроились шесть стаканов, двумя острыми ногтями она сжимает красные рубцы у себя на руке. Она придвигает к вам стаканки, вольт глядя на искрящийся эль. Голова тяжело мотается взад-вперед. Ну, понеслась. Эльф, склонить голову к плечу, спросить не встречались ли вы прежде, а? Её глаза в ужасе распахиваются. Их всех накрыл туман, всех, и они оттуда не вышли. Все, кого я знаю, мертвы, прошу прощения. Ясно, очередной очень содержательный диалог. Вот, кстати, ещё Гарван. Ну и вот этих ребят я тоже не забыл. А вот Гарвана только что заметил. О, ну наконец-то, твой коллега, ну совершенно не тороплив. Простая песенка. Миску фирменной похлёбки, пожалуйста, сказать, что вы не официант. Предложить ему миску с аппетитной фирменной похлёбкой. Волшебные карманы, мясная похлёбка, Лоуси передаёт. Ты же мой спаситель. Он наклоняется над похлёбкой, глубоко вдыхает её аромат, затем вытаскивает из миски большой кусок мяса и глотает почти не жуя. Боже, я знаю, что это за мясо. И это... Он замирает в ожидании, затем хмурится. Что-то как-то она не очень. После всего, что я сегодня пережил, ещё одно разочарование. Он опускает взгляд, затем выжидающе смотрит на вас. Сжалится и спросит, в чём дело. Его губы театрально дрожат. Мой учитель. Мой добрый, славный учитель. Его шмыгает носом убили. Эти твари... Пустотники. Пустотники. Говорил я ему, что не надо было ехать через холмы, но он меня не послушал. Нет. И вот он я, мой дрожайший спутник исчез. Наш драгоценный груз, что стоит больше, чем кольцо Люци, она пропала в этих диких землях. Мало мне было, так ещё и похлёбка оказалась никудышной. Попросите поподробнее рассказать о пропавшем грузе. Возможно, вам удастся его вернуть. О, тогда, возможно, удача от меня не отвернулась. Да, возможно, скоро я, наконец, закрою эту проклятущую сделку. Скажи-ка, насколько хорошо ты справляешься с исчадиями пустоты? Мне определённо приходилось уже убивать их в прошлом. Похоже, придётся и в будущем. О, чудесно, просто чудесно. Значит, моя просьба окажется для тебя пустяком. Мы с моим учителем Лемом везли с югов очень ценные товары. Когда на нашем пути возникло огромное исчадие пустоты. Оно убило учителя, упокой боги его бедную душу. Я мог спастись, но груз пришлось бросить там. Ценнейший груз мы вложили в эти товары. Наше последнее сбережение. Я что угодно сделаю, лишь бы вернуть его. Я смогу вернуть его товары, но в качестве платы хотите половину их стоимости. Спросить, как он собирается это оплачивать. Две тысячи опыта. Очень-очень хорошо, вот как. Мой груз стоит целое состояние, и благодарить за его возвращение я буду исключительно тебя. Дай-ка сюда карту, я отмечу, где искать груз. Вряд ли эти твари могли его унести. Не могу выразить словами, насколько ты меня сегодня осчастливил. Удачи. Убытки где-то там. Маркер атаки. Маркер атаки. Тут кусочек карты открытый. Вот черный копик до Фейна нужно привезти. Короче, вот, наверное, маркер атаки, это как раз там, где напали на его караван. Так, ну что ж, я думаю, пока что на этом мы серию закончим. С остальными пьяными посетителями таверны мы поговорим уже в следующей серии. А пока что всем... О, еще надо на улицу будет, не забыть выйти. Точно. Точно, тут еще кто-то сидит. Вот, но это уже будет в следующей серии. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока, и увидимся в следующей серии. Мы ждем.